Музыка Вот стелечка, сама заготовка тапочек и пристрачиваем. Получается готовый тапочек. Почти. Осталось подошву залить, это уже на фабрике делают. В месяц я могу одна отшить. Проходит до 5-6 тысяч пар обуви через меня. Только через меня одну. Одна из тюрем Тирасполя. Тут целое производство. Шьют обувь. Работаем с фабрикой Флари, работаем более 20 лет. На данный момент здесь находится 34 человека в цеху девочек, которые выполняют разные процессы по шиву обуви. В этом месяце мы делаем в основном детский ассортимент. А тут собирают антивандальные теннисные столы. Осужденный Роман отвечает за покраску, сварку и рихтовку. До этого 20 лет работал в Германии. Жена заболела. Получилось, что я приехал сюда и по глупости попал. Срок незначительный. Но здесь я привык работать. Те же самые работы, чуть другие материалы. Просто чуть-чуть не мое. Вот в этом плане я чуть-чуть учусь для себя. С бетоном я не работал. Я железом работал. Краски чуть другого рода. В данном случае резиновое покрытие для тенниса. Столы железобетонные. Все материалы местные, приднестровские. Всего для республики изготовят 54 стола. Будут они в скверах, парках и на спортплощадках. Мангал у вас состоит. Крышка верхняя открывается, закрывается. Соответственно, здесь можно жарить любую рыбу, мяско. Также шампурами работать. Здесь идут полочки. Это корма, да? Да, да, да. Тут можно держать все, что вам угодно будет. Здесь у нас дровник. Здесь сохраняются дрова для печки. Сзади у нас также есть еще одна полочка. Это, по идее, капитанские каюты, да? Да, да. Такой вот мангал-фрегат. Дело рук Романа. Работал над ним около месяца. Хотел воссоздать в металле корабль 17 века. Для достоверности важны детали. Пушки, ядра, даже окна в каютах. Мангал весит около 180 килограммов. Длину почти 2 метра. Навыки слесаря Роман тоже оттачивает в тюрьме на окраине Террасполя. Благодарность, что есть такая возможность, что не дают, как говорится, застопориться, наверное, в прошлом каком-то. Ну, осознаешь свои деяния своего рода. И занимаясь трудом, мало, приносишь пользу обществу. В каждом учреждении для осужденных присутствуют такие центры трудовой адаптации. Лица, которые поступают в учреждение, приобщаются к труду. Стараемся привить осужденным, да, такое, чтобы он получил профессию. В тюрьме, где отбывает срок Роман, только в прошлом году новые специальности получили 87 человек. В 2023-м будут учить заключенных по 9 направлениям. Электросварщик, машинист-погрузчик, маляр штукатур и другие. Хотел обучаться на электросварщика, потому что она сейчас востребована, эта работа. Вот, по концу освобождения, чтобы выйти, продолжить свою работу. Больше вот в эти стены не возвращаться? Ну, конечно, не хочу, кто хочет. После учебы на промзону работать и зарабатывать деньги. Да, за ключи-проволокой это возможно. Покупаю вещи первого необходимости, часть отсылаю семье. Ну, и, соответственно, где-то собирается, все равно потом пригодится. А семья кому именно отсылаете? Супруги, дедям. Работаем над ротопедическими стульями для детей, чтобы детки хорошо спину держали. Пробные варианты. Здесь сидение должно стоять еще, ну, в работе еще. Коленками упирается сюда ребенок, а сидит уже, ну, угол наклона сидения настраивается так, чтобы ребенок не мог, ну, неудобно ему было сгибаться, а чтобы он сидел постоянно в ровном положении. В мастерских изготавливают столы, двери, деревянные панно и многое другое. Увидеть все, что делают в тюрьмах и даже купить, можно в специальном магазине. В основном спрашивают нарды, потому что эта продукция пользуется большим спросом на рынке, она имеет очень красивый вид. Я смотрю, фантазируют, как могут. Вот тут корабли, тут древнеегипетские боги. Подарок очень много приобретают, вот эти вот фуршетные столики. Их приобретают, вот у нас брали люди на Италию, ездили в гости. Это декоративная мельница, она для улицы, для полисадника. Реакция людей, когда они все это видят, которые покупатели сюда приходят? Вы знаете, они бывают в шоке. Из тюрьмы заключенные выходят, по сути, готовыми специалистами. Андрей Григоровский вышел на свободу в прошлом году опытным сварщиком. Сначала устроился на Тираспольский кирпичный завод, а последние три месяца работает оператором котельной. Оказали мне это доверие, вот стараюсь оправдать работу. Тяжелая адаптация была, все-таки 7 лет, это большой срок. Нет, назад не тянет, и мыслей дурных точно в голове нет. Почему? Потому что же взрослый парень, есть перспективы, есть мечты какие-то, которым потихонечку идешь, добиваешься. Поэтому у меня сын взрослый парень, чемпион Приднестровья. Хочется как-то показать ему что-то на своем примере, а не на ошибках своих. Поэтому только стремление к лучшему. Знает Андрей и тех, кому удалось построить новую жизнь после тюрьмы. Один парень освободился, работал разнорабочим. В оконцовке он сейчас топовый менеджер-консультант. Второй освободился, работал сборщиком мебели. Ребята молодцы, добились чего-то за кратчайшие сроки. И при этом назад никто не хочет. Кто-то свадьбу сыграл, уже подженились. Молодцы. О втором шансе для осужденных говорил в своем послании президент Красносельский. Получите специальность в 100 местах лишения свободы, уверяя вас. Вы нужны обществу. Вы все нужны. Ваши руки нужны. Никто не откажется. Ни один глава администрации не откажется взяться в спецзеленстрой, в спецавтохозяйство, в МУПы соответствующие и так далее. Не говоря уже о предприятиях различной форм собственности. Главное, вы эту специальность получите. А будете работать здесь на воле, в социуме, однозначно найдете, если там не женаты, и супругу, или мужа, ну и так далее. Состоитесь. Детей родите. Вы преднестровцы. Да, так получилось. Что сделаешь? Как говорится, ну крест оставить не надо. Ни на ком. Многие люди не потеряны для социума. Поручение президента – создать нормальные условия в тюрьмах. В планах на этот год – ремонт жилых помещений, обустройство спортивных площадок, например, для волейбола и баскетбола. Спасибо. Спасибо.